И снова новогодний игробик к вам возвращается, и сейчас будем проходить игрушку о нелегких приключениях Санта-Клауса в новогоднюю пору. Хотелось бы про Деда Мороза, конечно. Но Санта-Клаус тоже. Ну не знаю, я, честно говоря, не знаю игру про Деда Мороза, поэтому будем довольствоваться тем, что есть. По-моему, не существует. Может и, да. Не настолько популярен. Блин, я забыл джойстик подключить. Ну, то... Это мелочь. Все будет. Все, все будет. Так, все действительно есть. Так, ну и что ж тогда. Начнем потихонечку. Игрушка, потому что не сильно быстрая. Хотя, в принципе, проходится она недолго. Играть я буду вообще второй раз. Я забыл, как она называется. Игрушка. А, игрушка. Так, будешь слышать? Начнем с. Поехали. Так, звук, я надеюсь, есть? Хоть какой-нибудь. Оу. Картинка есть. Звук тоже есть. Мэри Крисмас. Не знаю, кто это сказал, но... Ну, ну, ладно. Это был не я. Да-да-да, я вижу, ты не обманул. Все нормально. Так, давайте-ка я себе тоже раз лес испущу, чтобы послушать ее. Ого. Отлично, я ее тоже вижу. Ну, все. Можно начинать тогда. Так, это не я бегаю, а демонстрация. Хе-хе-хе. Хе-хе. Пошел с пешком паскается. Собственно, есть у нас опции. Такой страшный Дед Мороз. Дед Мороз злобный. Лесанта. Назовем его Лесантой. Дед Мороз хороший, он наш. Ладно. Стандарт все будет. Матери. Собственно, история. Перед Рождеством. Такой мистер, ну ладно, назовем его Погода, наверное, так будет. Это словно перевод такой. Похитил всех эльфов, ну, Санта-Клауса и подарки. И решил вообще сорвать все Рождество. Ого. Там потому что так называется Мистер Войз, скорее всего, Мистер Погода, за словно, может привести. Судя по всему. Ну, конечно, тупое название, но не суть. И, собственно, нам нужно вернуть все подарки, чтобы Рождество все-таки наступило. И эльфов, попутно. Ну, эльфы это мелочь. Санта-Клаус. О, жизнь у тебя. Я все время пугаюсь этих эльфов, блин, какая они из подарков у лица. Что, можно так делать? Да, это давай забавный. Прикольно. Выглядит такая довольно красивая графика, музыка приятная. В общем, отлично. Да. Не знаю даже, как я ее раньше пропускал в свое время, не видел даже. Довольно приятное управление, и что не всегда характерно для игр в сеть. В общем, я не пожалел то, что у нее поиграли. Надеюсь, вам тоже будет интересно смотреть. А, Саша, не всегда эльфы вылетают. Ну да. Так, а если вот взять, кстати, чашку кофе или не знаю, что они пьют в горячий шоколад, наверное. Угу. И можно превратиться в злобную осаду. Так что не пейте горячий шоколад. Останите злобным. Ну, это не всегда полезно, то, что я не могу теперь подарки открывать и всякую штуку им подбирать не могу. Это надо угореть, да? Да нет, там можно выставлять это время. По стандарту оно, по-моему, 20 секунд. О-о-о. Колокольчик, это, по-моему, континью, с какого момента продолжать, когда помрешь. Ну, колпаки, соответственно, жизни, энергии. Подарки я так и не понял, для чего собираются. Наверное, для уровня, где их надо раскидывать, но... О-о-о. Они ничего не дают, если их собрать там целую кучу. Вот лисица, теперь знаете, шоколад горячий нельзя пить. Он, так сказать, из ада. Что-то как-то наисус пошел. Не по порядку. А, тут уровни сами включаются. О-о. То есть, никак не влияю на это. Кстати, вот эта вот карта, скажем так, мира, сделана в стиле этого рождественского календаря. Угу. Это уже еще пары годов. То есть, уровни немножко странные такие иногда есть. Как вот этот, например. Ну, а что здесь, странно? Я не так понимаю, что ты его находишься. Да, вот так вот в яму падаешь, и уровень закончился. А-а-а. Как-то так... Необычно. Скажу. Неожиданно. Да, неожиданный такой конец уровня. Их будет, по-моему, то ли два, то ли три таких. Кстати, злобный Санта, он так забавно. Тоже в мешок прячется забавно. Во время приседания. То есть, это вот в шапку залезает, а тот прямо в мешок полностью. Ну-у-у-у-у-у-у. Я, кстати, не помню, сколько здесь вообще оленей в этом уровне. И надо ли всех искать? Или просто до конца уровень дойти? Спрашиваешь, сколько уровень? А вот на этом календаре они все и показаны, в принципе. Точно число я не помню. Считать ли? 24, что ли? То есть, там 4 на 6, по-моему, идет. Клетки. 24, значит, получается. Если мне не подводить знаний, это будет в уровне. Да, боссы тоже можно есть. Ну и так тут все довольно условно. Игрушка такая довольно-таки простенькая, ненапряжная, веселая. Играть весело и приятно. Ты умирать собираешься? Да, иногда понадобится. Ну как понадобится? Не понадобится, но придется. Пингвины тоже какие-то щадия ада. Не доверяйте пингвинам. Пингвины хорошие. Это как в старинном приколе, да? Когда Господь создавал землю, да? Я создал для вас все материки и сушу, да? Для земли, для людей. Только Антарктида для пингвинчиков. Люблю пингвинчиков. А пингвинов все любят они хорошо. Ну, в данном конкретном случае пингвины как-то нехорошие дела творят. Все нравятся снежками закидать самки. Пингвины могут липить снежки? Да, они умеют. Это, конечно, удивительно. А, ну вот, смотрим, да, вроде 4 на 6, да, 24 уровня. Ооо. Ну, причем там пару уровней, они там, по-моему, из боссов только состоят. То есть тоже не сильно длиннее. Игрушка такая. Ну, мне понравилось, в общем. Не знаю, как вам. Пусть увидите. Подарки же он в своей жизни. Ну, ты их просто упаковываешь, я что-то понимаю. Ну, да, их просто собирают. Суть всем. Ну, он мерталит летает, и вот. Бах, ох, подарок превратился. Да, да, возможно. О, Господи. Теперь Сантов подарок превратился. Кому-то еще до достанется. Открываешь коробку, а там бородатый старик сидит. С мешком подарков. Да. Это пока плюс. Мы положили тебе в подарки подарки, чтобы ты мог открывать подарки, пока открываешь подарки. Хе-хе-хе. Хе-хе. Торчик. Вот этот уровень действительно напоминает пещеру чудес и золотины. О, да-да-да-да-да. Потому что все-таки на ковре можно полетать. Ты им не управляешь, да? Не. Он просто как платформа тебя везет, и все. О-о-о. Я думал, вот эти вот коробки с подарками собираешь, и там за что-нибудь жизнь дают, за сколько-нибудь-то. Нет, не даются. Там, видимо, их собираешь для уровней, там, где когда их раскидывать надо будет, там. Блин. Пусть как не через некоторые уровни, там, они любят такие, где подарки раздавать. Как раз таки, да, заниматься своим прямым делом. Мы увидим детей? Нет. Нет, детей мы не увидим. Такому подарки тогда будут? Ну, просто дома. А, да. Очень хорошо. Которец, моя задача доставить, а кто их заберет, это уже не суть. Они вроде подписаны должны быть. Ну, возможно. Ну, я на этих коробках что-то не вижу, ни одной бирки. А, нет, с другой стороны. Просто стоять неудачно. Возможно. Ты уже проходил, да? Да. Так, чисто пройти, посмотреть, что такое тут, как вот, что ожидать от игры. Ну, в целом, она меня порадовала. Ну, она быстренькая какая-то, я вижу. Ну, сказал-ка, что ли. Некоторые уровни здесь, такие, пару-тройку уровней довольно длинные. Здесь я тоже подумал, но сначала прыгнуть вниз тупо. Нет, оказывается, надо по платою-то вынуть. Так сказать, пометуя о предыдущем ледяном уровне. Просто вниз достаточно спальнусь. Снеговики кидаются своей головой. Это опалдеть. Она потом появляется? Да. Я ему опять его кидают. Счастливые люди. Счастливые снеговики. Набирался, башка болит, сахар выкинул, значит. Да. Возьму другую. О, отращу себе другую. Вот, кстати, и первый босс. Злобный снеговик. Это уже льдонки, да? Огнём? Ну да. Как я, например, своей упаковочной магией мог бы снеговика убить? Запаковать и сбросить в море. Да, в огромный подарок его запаковать. Да, блин, он сейчас... Нет, блин. А, было близко. Прикольно. Снеговики прикольные. Ну и вот, в принципе, один из... Там, по-моему, сколько, 3 или 4 уровня таких. По доставке. Подарк. Стрелять будешь? Да. Будем... Развозить подарки. Ты выкидываешь в левосок? Да, нет, я в дымоход выбросую. Волгей попал. Наверное, для этого собираются с коробки на уровне, чтобы в этом уровне их раскидывать. Я так подозреваю. В Британии находишься, я вижу. Да. Такой уровень, по-моему, называется, в небе, на Англии. О, жу. По сути, здесь, по-моему, можно даже и не сбрасывать их нифига. Тебе затачки дают? Ну да. Ну я же сам, я должен доставить подарки детишкам. Ага. Так, тут пароли кидают иногда. Надеюсь, не пригодится. Ага. Так, тут пароли кидают, по-моему, можно и не сбрасывать их нифига. Ну, никто не записывал. Так, ничто. Возьмем сразу злобанного санта, наверное. Будем сеять хаос разрушение. Кстати, умереть нельзя, когда-то в форме злоу санта. А еще упасть в яму. Ну, если только. Вот так вот, короче, мешок, залезай, не ползай. Ха-ха-ха. Перетолить не надо. Да, не смотри, это забавно выглядит. Так, давай, тройка рука. Давай, там иди. Да, не дали. Напоминает холодиль. Ну, да, есть немножко. Тут не немножко даже. Все напоминает холодиль. Что-то я засмотрелся в чат. Я забыл про эту фигню. Я бы еще залампы цыпляться, вообще хорошо было. Да, конечно, и прыгать сверху на вражу. Кстати, мне не так умеет прыгать сверху. Вроде не на всех. Я как-то опытным путем проверял. Что не на всех. Покажи. Ну, что-то сейчас не охота. Особенно над ямой с водой. Когда падать, в принципе, как сейчас, некуда. Не подождал я. Надо было маленько подождать эту платформу-то. В принципе, времени-то хватало. Ну, да ладно, жизни, блага, куча. Ну, еще три. Игра довольно щедра на жизнь. Мыши такие забавные в этих околонгийском снаряжении. Ну, это электро-щеловек, думаю. А, не знаю, такие. Электромэнды тут. Электромыши. Давай, выбирайся. Прижаляйся. Больше не рискуешь? Да уж. Хочешь подождать маленько. О, жизнь. Так, а это, по-моему, не платформа, а это ездилка, да. Блин, это было опасно. Ага, на быше и прыгать нельзя. Понятно. Ого. Вот, теперь мы все это знаем. Ну, от кого-то прыгать можно. На подарки, по-моему, нужно прыгать. Еще что-то. Не все цифры по порядку, по-моему. Да, тут они открываются, как в случайном порядке уровня. Я тоже на это обративаю на него. Здорово, Ильишка. Ну, привет. Как твои новогодние настроения? Будем убивать червяков джимов. Ну, благо они без костюмов, так что они нам ничего не сделают. Блин, как их пугать все время, этих. Когда они из коробки выпрыгивают и идут на тебя. Так и хочется его призумачить. Так работать некому. Да, эй, эй. Причем, они, кстати, их спасаешь, и они куда-то идут. Куда идут? Непонятно. Где они? Куда они потом направляются? Неизвестно. Ну, последний день это хорошо. Мне тоже теперь только 4 числа на работу. Ну, что, в 2 недели отдыхают. Ну, как-то скучно это проходит. А, у тебя отпуск, типа? Да, я по 4 выйду на работу. Я тоже. Когда вы будете... Когда они будут подпихать, мы будем работать. Да. Так обычные бывают. Ну, да. На нож тоже прыгать, это идея, я так понимаю. Лучше не стоит проверять. Ну, на кого-то я прыгал, там получалось. А у тебя всего 4 трупака. 4 трупака. Ну, все-таки, дедушка старенький. Лишний раз не стоит копакам, как говорится, жертвовать. Так, ладно, пойдем через верх. Так сказать, сделаем себе задел. Чтобы куда-то падать можно. Не, по-моему, то стримы идет. Стримы падают? По-моему, все нормально. Я сам, потому что картинку тоже вижу. Да, хорошо. Вот эти вот такие вот уровни, как раз таки, длинные будут. Стоим маленьким импульсом. Да, это все-таки. Да. Не подождал. Сердечко это. Резиновое. Хех. Не знаю, почему резиновое. Ну, в общем-то резиновое. Ну, может, это горох пока не все. Что же я опять-то тороплюсь-то куда-то? Ой. Ну, ладно. Первый раз, кстати, проходил мне карт и не понадобились. Пока еще тоже не понадобились. Ладно, будем играть поосторожнее немножко. Ладно, торопиться-то некуда. Ой, пожалуй. Ну да. Только полчаса игры. Я тоже почти прошел. Чего? Прошел? Ну, половину-то есть. Половина будет, когда я там второй раз подарки полечу раздавать. Да не дедушка Мороса. Наш дед Морос, он хороший. А Санта-Павла какой-то стремный. Да не то, чтобы стремный. Он не наш. Но у него все равно странные методы раздачи подарков. Выкидывание в трубы, да? Да. В дымоход. Наш дед Морос, он заходит в дом и с рук в руки отдает подарок. Кроме того, он точно знает. В трубу бросил, да. И кто возьмет, чего возьмет. Зажжен камин или нет зажжен. Никто не знает. Да. Вдруг там камин горит. Вот на самом деле. Ты пожар устроил в доме людям. Это же подарок. Бумажной коробке бросил на дымоход. Ага, замечательный колпак. Сам в конце уровня, когда уже не надо. Не заботится от тебя. Да, кстати, мышей напаковал туда в коробку. Ну, жареная ныжь. Вот, знаешь, если в бедную семью корюшки, да? Упакованные в коробке, да? Вот этот уровень еще немножко напоминает. Человеке Джимми первым. Может кто помнит там, как в Аду? Второй уровень. Да, да, да. Танк. Ага. Это все игрушки. Блин. Я думал, ты на него кататься будешь. Нет. Он меня может убивать. Я так и знал, что эта фигня прыгает. Самый странный враг, кстати, который есть в этой игре. Ладно. Дедушка стал плохим. Да я жену его покажу? Нет. В одно что радует, когда в такой форме он не ранится и не убивается. Ну да, если быстро бежать, вообще красота. В опции, кстати, можно настраивать длительности этого режима и мне прям под Санта-Клаунасовский, скажем так, ремень, назовем так. Дали немножко ускорение. Плохой Санта, да, можно посмотреть. Такой забавный фильм. Если кто не видел, можете посмотреть, советую. То, что меня пинаешь, ты все время. Ага, замечательная эта фигня вылетела, блин, спотарк. Ну, и у тебя жизнь этот попал в душе крыши. Ну как, слить все эти тоже не проблема. А, вот у него прыгать можно, да? Да. Нашли в первую. А есть еще фильм, Санта-Киллер, по-моему, называется, но я не смотрел его. Господи. Такой, в стиле черной комедии, там, где Санта всех мочит. Ого. Там, в главной роли, в роли Санта, этот, Билл Голдберг-Красляр, такой, в прошлом. Может, попомнить такую. Эй! Блин, а вот этого я не знал. Ооо. То, что реально так можно. Ну ладно. Хорошо продумали волосы. Одна живская. Пароль никто не записывал, да? Нет, конечно. Вильтуба. Это так слегка. Помню его. Ну, а все, что гляну, это не проблема. Ну, король. Ладно. Хватит творить добро, будем творить зло. Да, ну ладно. Ох ты, блин. По Санта-Кланцевскому носу прилетело. Так, мне вот эту фигню надо. Что? Возможно, жизнь. Иногда в них попадается жизнь. Давай, превращай сюда. Ага, здесь колокольчик. И еще одна чашка. Ну ладно, тогда пошли дальше. Супер. Ну, зато теперь за убийство врагов не дают эту... Подарки? Да, подарки не даются. А, это самолет. Я думаю, что это засопляли. Да, он такой... Странный самолет немножечко. Кипец. Опять клапанчик. Да, дайте его уже жизнь. Не клапанчик. Эй, 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 эй. Самолет. Ну, блин, самолет. Ладно. Черт, с тобой самолет. Угу. Жизнь. Нет, не жизнь. Ну ладно, так тоже ничего. Ну, если ты упадешь, я их не спасаю. Да. Вот это, конечно, печалит. Чего же, чтобы у нас подарков будет. Детей столько нет в мире, блин. Да-да-да. Ладно, пойдем упакуемся. Не упаковался в страну. Да ладно. Покажи, что тратил. Блин. Да ем. Кто вот знал, что там машинки две вместо одной. Видел-то я одну. Да, что ли? О, куда-то не лежают. Да, сердечко, сердечко, сердечко. Да как я мимо-то пролетел? С же ногой вроде как попал в него. Ну, чего, да, колокольчик есть. Когда-то. Да, жизнь последняя. Чем делать? Контейн есть? А я, кстати, не знаю. Потому что я ими не пользовался. До этого не доходил. Проверим. Ты не помнишь, как фильм называется? Давно крутили, там, в 90-е, под Новый год. Там Атош Форснеггер был. И он ребенку должен был подарок. Так, какого-то супергероя достать. В итоге он сравнивал периодичность. А, да, какой-то странный фильм такой, довольно-таки дебильноватый. Но как называется, не помню. Почу его посмотреть, а название не помню. Довольно стрёмный фильм такой. Такой поликольный фильм. Для чего-то он не нравился. Да? Мне больше нравился Стива Ач Санта с Халком Хоггнем. Так, сейчас мне опять это сердечко подставит. Нет? Нет, вроде нет. А это, вроде, тоже нет. Через 4 года, как будто, двойник будет актуален. А он это, забил заранее. И вот он себе в год уже, да. Безоборно, беспокоился об этом ранее. Так, сейчас, кстати, уровень будет еще с одним боссом. Этот, да? Да. Да что ж ты такой, ты бьешь? Турами с боссами я, они такие довольно короткие. В основном сразу босс начинается. Это босс уже? Да. Часы эти. Что ты мне пишешь? Это ты? Упаковочные магии к бою. Народ фильмов никто не вспомнил. Я думал, что вся никто напишет. У меня вспоминается фильм Флэш Гордон, но это не об этом. Ну да, это не так. Да я не помню, как он назывался. Ну и видел я, по-моему, один или два раза всего. Давай, умирайся уже. Никто не помнит, как красавица-чудовище назывался будильник-то. Как зовут его? Вот это, наверное, он. А тут был, по-моему, квадратный такой. Ну да. Высокий, выходящий. Видишь, как жизнь его закруглила. Острый, был, срезовый. Удевайся. Сейчас он в этой форме не может удеваться. Да. Иди, мол, иди катись уже. Иди в конец уровня. Да, там звезда не появится. Немного, в принципе. Это как-то непродуманный уровень, что ты далеко стоять и бить его. Да. Я сразу, кстати, догадался, что может туда встать, и ничего не будет. Коксворд, ну, может быть. И мы едем в Россию. Да ладно. В небе над Россией. Низколетящие санты. Спутники. Да. Они так представляют ваше кокси. Да. Тут в каждом из таких вот уровней такая своеобразная. Как бы. Тут тематика. Да, страны. Именно той. Ах, ты ж блядь. Меня спутником зацепило. И везде у нас такие вот, знаете, храмы стоят с куполами. Ну, это и правда. В центре города. Куда не глянь. Какое-то некое подобие Тадж-Махала, блин. Вот сейчас я прилетел. Не понятно, к чему это. Ну, у нас же есть соборная мечеть. Ну, по крайней мере, в Питере. Возможно. Что-то подобное не имели в виду. Вот это я так подозреваю, что некое подобие Василия Блаженного, что ли. Огромный Василий Блаженный какой-то. Экстраклассный. Экстраклассный, да? Да. Все эти. Типичная застройка. А теперь лучше парольчик, наверное, записать. Потому что я не думаю, что может быть он понадобится, конечно. Но может и понадобится. Х6. Т. Х. Т. В. А, все, уже записали. Ладно, сейчас будет. Проложим. Кернига, быстрее. Картиночки сейчас забавно между уровнем такими нарисованы всякие. Ого. И все подозревают, что сейчас будет, да? Да. Будем целоваться с медведом. По романтику. Да, конечно. Ну давай, подъезжай. Так, здесь вот иногда рыбы выпрыгивают, иногда они выпрыгивают. Не знаю, что от чего это зависит. Да, он с экрана скопировал, да? В чат вставил. Здесь что, в ту сторону, где нападают? Не знаю. Да. А, я что-то не попал. А что такое? Player 1 говорит Game Over. Ну, меня ничего не говорили, черный экран. А, все, контов нет. Ё-моё. Экран-то черный, Трансесса, идет у тебя? У меня, да, идет. А у меня нет. Сейчас обновится. Попробую ребутнись. У меня тут предлагает... Кантюнь, не кантюнь. Да, да, кантинь, конечно. Кантинь дается, напалбеть. А я думал, нет. Ну ладно. Что-то даже не заметил, как ты умер. Ты у обрыва встал, и все. Я упал, куда. На этом мне не показали, у меня сензура идет. Да. Нельзя показывать смерть Санты. Все-таки Новый год скоро, нельзя это видеть. Я как-то равнодушный, Санты. Ну да. Я больше по Деду Морозу. Угораю, да. Да. Кстати, он славит тут Дед Мороз у нас. Да, и ты по нему угораешь, да? Да. По Сваику. Звоеобразие. Да, тут я как-то не попал в эту платформу я здесь еще почему-то. Да, иногда вот такие затыки бывают, как ты мимо платформы пролетаешь. Как ты мимо того сердцу. А сейчас я его просто не увидел, куда я падаю. Ну ладно. Да, у меня чекпоинт хотя бы есть. Что-то я расслабился как-то. Да. Ты понял, что это континь дает? Да. Потому что когда я проходил, так сказать, для себя, во время подготовки, там я собранный играл давно. Континь мне не понадобился. Поэтому я не знал, есть ли они вообще здесь. Потому что проходил так медленно, аккуратненько. Маленькими шажочками. Ну почему я с ним взорвался сейчас? А там вот спит медвед. Только я не знаю, можно его разбудить или нельзя. Не знаю. Маленько, да. Попробуем его разбудить. Нет. Нет, он не будится почему-то. Из пещеры взять их. Нет. Нажимаем вверх, ничего не происходит. Маленько. Страх. Первый раз я просто пробежал, так сказать, не хотел его тревожить. А сейчас я его хотел попробовать, что-нибудь его вызвать, скажем так, из пещеры. Ну, поединок. Да, но что-то ничего не произошло. Почему-то его там крепко срубило, видать. А тебе подарки опять завтра собирать? А, это проблема. Что-то не проблема, а детям-то надо что-то отдавать будет. А это уже Санта решит, надо детям что-то отдавать или нет. Да, у Санты есть отличительные щерца. Хо-хо-хо. У нашего Деда Ворусы только внушает. Да уж. Зато у Санты эльфов целый, это погреб, наверное. Тоже вот этот уровень, кстати, маленько такой стремноватый. Ну, это не совсем тот, который тебе кажется. Здесь, по-моему, надо лазить вверх и вниз тут везде многоэтажный такой уровень. Или следующий подобный будет многоэтажный. Я вот там маленько поблуждал. Первый раз. Ну, бейся ты. Да-да-да, это вот Эльторин как раз-таки, где надо лазить. У-у-у. Нифига себе. Как на российских заводах. Все на счетом слоеве держится. Зато здесь хотя бы есть куда падать. Немножко так. Ну, это с верхнего яруса есть куда падать. Да, но я обычно вниз-то здесь не буду спускаться, я чаще всего буду на верность. Ага. Потому что немножко странная система зацепления здесь. Вверх? Да, вверх нажимаешь, как-то и то это не сразу сработает. Надо прыгать очень точно. По коленам провода? Да. Ну, они же вроде как никуда не ведут эти провода. Ну, они уходят в стенку, а вообще в потолок. А проводка там, я сплюдаю. Ага. Пусть там люстра висела. Чикпоинт возьмем. Тут, по-моему, больше ничего. Да, тут ничего нет больше. Да, блин. Ну, вот это подстава. Я тупо ничего не мог сделать в данном случае. Так, справа у нас че? Так, тут у нас плохой сад, да? Надо нам. Не надо плохого. Так, возьмем чикпоинт. Я немножко не помню подойти просто. Вроде правильно. Или? Так, надо произобразить свои вещи. Именно. Так, ладно. Ага, теперь вниз, маленько, она спустится. Поехали вниз. Так. Да, блин. Отпрыгнись. Отпрыгнись ты. О, ну ладно. Колючки-то, не колючки. В принципе, шапок еще полно. Ну, да. Слушай, что, жена сошьет новые. Да. Кстати, даже если я последнюю шапку потеряю, там как бы еще в запасе что-то как бы есть. О, покажем. То есть, ее там, на лысине он, наверное, живет там последнее. Кстати, Санта лысый под шапкой, не лысый? Да, вроде нет, но лысый. Да, конечно, лысый наезд, но какой-то, мне кажется, небольшой. У меня, кстати, трансляция встала. Да? Ну, кажется, я тоже люблю, ну, чтоб тоже видишь. Да, всякие-то уж случаи, как говорится. Ага, все. Ну, поехали дальше. Поехали. Ну, Паукар тоже прошел. Ну, почти что, да. Климдаря ходишь. О, успел. Я так успел в него бросить. Это список бегло. А, а то я у меня... Ага. Не палюсь. Ладно. Пусть. Ну, я до конца уровня в качестве в виде подарка доехать. Я не палюсь, не палюсь. А, ну ты не трогал пока? Да нет, он сам вылезает. Потом, через какое-то время. Если сразу, конечно. Да, если сразу самому не вылезти, то сам вылезать. Начинает. Ну, уху. А, они еще и прыгают в помощь. Да. Они такие. Эти клубки с булавками. Еще. Жизнь удайте. Зачем? Там я мажет закончиться. Опять меня запаковали. Так. Я не вижу, куда мне прыгать. Что, внизу? А, нормально. Это что, внизу? Тоже нормально. Ну, что, муж бегает, раньше. Все хорошо. Пойдем. Плохим станем. Видимо, не зря здесь он лежит. Да, точно. Вот этот штуковин, чтобы сломать. Угу. Только не знаешь, что такое. Уголю. Возвольно. Давай, превращайся в этот фильм. Тоже глупкий, с пиявками. Чего? Чего ты укушаешь? Вот, везде. Какой радостный. Только снег, почему-то зеленый, прямо вот в этих заставках. Да? Ну, у меня непонятно вообще, какой-нибудь сконошь зеленый. О, бас? Да, по-моему, я не помню. А, нет. Эй, эльф. Опять ты, Владимир. Так, кстати. Это раковина, который... Тоже, бомбы-то могли бы сюда и не ставить, они вообще в этой игре. Вообще бесполезно здесь бомбы. Угу. Тут никогда них не подружишься. Ну, по-моему, у тебя разок был. Ну, да, это я, когда фигвезень занимался, опять меня смачно втащили. План жизни не тратится. От этого. Тут хорошо, конечно. Так, здесь, по-моему, наверх может залезть, и тут жизнь тоже еще одну взять. Ну, не взять. Да, ладно, еще разок. Да, уровень похожих полно. Ну, здесь сколько? 20. 24. Пелеуровня. С фантазией сложновато было бы. Опять мне это... Под мягком месте. О-о-о-о. Я забыл про Филипус. Потому что она здесь. Подарочки. Скоро же нам тоже опять лететь, развозить подарки. Ну, ну да. У тебя их всего 60. Да, этого вполне хватит. Да, если столько ты его не сможешь отдать. Угу. Даже если 2 или 3 уровня таких проходить. Сюда на это сжимаешь. Да. Ты тупо не сможешь такое сделать. То есть как бы некуда. Давай вверх меня. Да, я и блин, я что-то задумался. Хе-хе-хе. Поехали. Пять бомб. Как это оригинально. Только одну игру стремить будешь? Да, я больше ничего не задумываюсь сегодня так-то. А Славик, а ты? О, вот это прикольный. А, в Си-Кей мы вчера песню это слышали. О, вот это прикольный. Смерть. Да, это мертвый мышь. Причем как-то наркоман. На его глаза посмотрите. Неудивительно, что оно умерло. Да, что оно умерло. Да. Не важно, кем он там был. Обдолбанный пристрек. Блин, он еще бьет. Вот, посмотрите на его глаза. Ну, невменяемый просто. А не, где-то нашел на прошлогоднюю ерунку. В прошлом году, наверное? Наверное. Как говорится, сезон шуток про прошлогоднюю ерунку начинает с открытия. Да, 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 да. Я никогда так не шутил. А я прикололся, бывал он такой. Ага, сейчас переключил эту штуку, ну и идем обратно. Угу. С самое начало. Что-то опять наркоманский призрак. Блин, как он плохо прыгает. Да, ну вот, наверное, про это имел ввиду. Угу. 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 Ну, может, у меня не прошла какой-то. Может, это бы купили. Можно поза прошлых. Какой-то. Угу. Угу. Тяжелый момент в сторону. Да. Угу. Давай, вылетай. Брысь. Блин, тостер меня опять ударил. Угу. Угу. Ну и опять он меня ударил. Ну что же я не падаю в него. Кто-то стреляет с такой задержкой. Угу. Угу. Пока полностью не улетит вот это пламя, выстрелить еще раз нельзя. Угу. Угу. Это не конец уровня? Не-е-е. Угар, уровень довольно-таки не короткий. Угу. Ну это просто, как бы, выход с этого этапа. А-а. Кмечается такая. Вот это мне может по щам дать. Штуковина. А лучше не будем это делать. Ну как же так? Угу. Ну как же так? Тебе что делать? дедушки ищи не жалко но все так мало он не такой тыс но в детстве вот вообще детей да но он не имеет детей да откуда у него внучка в мире что то нечистое как говорится вопрос так и честнему помнят 5 блин нафиг 5 бомбов оригинально ага, офигенно сходите сюда, чтобы взять только чекпоинт ну ладно блин, еще меня втащили и я опять на мышцах боролся вот теперь он сейчас мне понадобится поэтому он был вообще не нужен ну ладно кино вспоминает больше он тебя ударит а, сейчас нельзя круто, я на кактус напоролся не, она не отнимает жизни она на кактус нет, это я на кактус налетел колпак, колпак, колпак она тебя ударила, наверное? да, кактусы бьют да не кактусы, это вешалка ну да, она мне втащила ни фига oma пинчища такого мышчного хехехе 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 так так здорово, Александр здорово забавно это выглядело да блин Ты же знал, что бомба. Да я не на бомбу, я опять на мышь налетел. Давай, где-то там. Сейчас более далеко катается табачка. О, я на бомбу все-таки на порохе. Ага. Умарайся летающие пауки. Да, причем без паутины. Да, просто воздух и тупо. Парят. Левитирует. Так, по-моему сейчас надо на лес сейчас ходить. Только я не помню, что здесь есть. Так, ага, я здесь не пройду. О, здесь можно надолго остаться. Какая-то не отстанет. Ой, очень тихо. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ту-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. м и ради чего то проползть по рекламе нужно было сомневаться поднимашь оборудовать здесь как только безопасность у показалось все ну куша 5 и как будет постелся и сейчас будет ну наконец так как он такой своеобразный довольно босс здесь можно очень легко слиться это супер купюрмаш? да, с батоном а меня батоном бить пришло а я не попал это фигни такой хруст раздается когда по ней попадает 10-тонный яд шар хруст такой сейчас вся мышь лопнет блин я куда-то не туда посмотрел да ладно давай боба она вообще тебя бьет? не знаю, она наверное как-то может меня ударить физически может и нет, я не пытался ни разу до этого о, меня меня шар этот бьет оказывается ну ладно значит он меня тоже бьет не только ее блин, что-то я как-то перепрыгнул эх, ну ладно ну ладно пойдем обратно не, она меня не бьет я щас скажем так телом она своим не бьет меня а батоном могла бы ударить блин, не попал ну ладно музыка хорошая нет, действительно хруст такой задается новогодняя да, хрусты есть и музыка в шапках лететь будет шапец да япония япония а тут у нас эти фонарики эти враги это фонарики а, змеи и собаки на ракетах летают ха-ха-ха жесть какая-то Собака напоминает и Симпсона Что-то там Санта Клауса Помощник Санты Вроде так Не, а он кидает туда эти По ударке Это же Хиросима Япония Они закупоривают дымоход И закупаются Да, угарным газом задыхаются Запишут кто-то пароль Да, по-моему, не обязательно Ну, или запишите Не знаю, в общем Все, пароли есть Так, осталось у нас Раз, два, три, четыре, пять, шесть уронов Вот они, коварные пингвины Улыбаемся и Маши Улыбаемся и Маши У нас на работе девиз Улыбаемся и Паша Не знаю Почему вы четвертого шества работаете? Не знаю С сот-четвертого О, все равно С сот-четвертого Зачем вы работаете? Ну, это ж магазин Вы должны работать Ну, это ж не продукты Это ж не настолько важно вот он еще один такой оригинальный уровень я бы уровень закончился все осталось 5 ну так-то 4 там потому что босс там последний не то чтобы уровень просто босс так а здесь я немножко не помню чтобы взять м вот подальше в т.н. коповку в т.п. он направлен с в в в потом вниз уже изучил вопрос то что ты либо голубь либо летучим мне кажется что это сова полярная на серверном полюсе действий происходит так что возможно это полярный сова да это все равно хер поймет что кто это такой а ты что не видишь да я хрен его за этим никого не похож а вот олени красивые забавно нарисованы классно там вопрос не возникает кто это такой да понятно что это да так ну 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 в контейн жизнь я не знаю, надо всех оленей спасать сколько их вообще на уровне есть и нужно ли их вообще спасать но уровень так проходится какой он упоротый ха-ха-ха да он брови на шапке почему-то вот он как испугался, аж брови на шапку ползли все-таки забавно эти мыши немножко Джеймсом Бондов напоминает когда в одной серии помните, он был в костюме потом снял его, ау, смотри да, ладно ну вот такое и программа еще была эта разрушитель миф они проверяли, возможно это действительно можно так сделать что, одеть поверхность его? да, смокинг одеть и он достаточно не такой уж как бы и помятый получится то есть вполне такого нормального вида ну, мятый немножко, конечно но ничего ооо так особых подозрений не вызовет то, что вот сильный мятый такой там даже какой-то эх, как назвать-то не знаю ну что ну что ну что чувак какой-то они приглашали он проверял там типа насколько хорошо одежда выглядит аааа стилиста какого-то ну да я не знаю как назвать-то после гидрокостюма ах давай выбирайся снова появляйся там и т.к.: так что я не знаю куда прыгать славяк какие секреты подарки? секретные подарки какие-то он еще подобного здесь нету вот славяк тебе кстати такая вещь ты же деда мороза работаешь можешь детям в подарках крыс заворачиваешь Только сначала одень их в гидрокостюмы. И маску на себе. Да, и маску. А прикинь, вот ребёнок, как удивится, крыса в гидрокостюме и в маске. Крыса я тебе дам свою. Живая почему-то. Да. Ну, если она не задохнётся, конечно, к тому моменту. Сначала, я думаю, это летучая мышка. Ребёнка будет либо, так сказать, непонимание ситуации, либо большой шок. Ну, может и радость. Может и радость, кому может крыса изнравится. Тут видишь ещё двойной прикол, потому что она ещё в гидрокостюме. Ещё есть маска. Это же вообще круто. Сначала гидрокостюм купить. Для крысы. Да, размером. Приходишь в магазин спортмастера, например, там, или какой. У вас есть гидрокостюмы для крысы. Не, конечно, можно что-то и придумать. Крысу засунуть кое-куда. И завязать музел. Не надо, кстати, вот. Каких вот вещей. Надо нормальные вещи. Как в Южном парке, да? Лими Феникс, там, вся дела. Да, видно. Король хомячков. Я, блин, зацепился в этот фильм. Ладно. Давай, так же, их не полно. Опять какой-то резиновый самолёт, блин. Зовём так. В интернете был видеоролик, где в Госдуме, или где-то запустили радиоуправляемые. Кто? Ну, фавоимитатор. Господи, боже. На радиоуправлении. Ну, почему же, они за это деньги получают. Наши причём. Ага, за запускание подобных предметов деньги получают. Блин, классная работа. Да. Неплохо, да? Назвали его, хренолёт 3000, да? Какой-то мысль. Ну, ладно, сложно. Не удовалось подробно, кстати. Ни фига, как далеко ехать. Ладно, достал время плохого Санды. Время пришло. Да. Всем смерть. А прыгал бы так. Всё равно не умрёшь. Я их должен уничтожить. Да ладно, ты. А-а-а-а-а-а-а. Вот это подстава. Двойная подстава. Что и так быстро ездят эти ролики. О, Господи. Да блин. Чё-то как-то не увидел. Музон сразу прикольно. Да, прикольно. Такой замиксован прикольно. Да. Тематика. Да. Надо шапку. Говорила мне мама, шапку одевай. Купи, а будет шапка. Вот, я одел шапку. Полностью. На себя. Чё она там ждёт, кстати, машину. Чё она не катается. Надо смотрели там, что-то делать. Тверстолян. У них увлекательные беседы с самолётом, что с резиновым. Ах, шапка. Ах, шапка. Так, это чё, не чудо, что ли? Вода. А, вода возьму сюда. Блин, ну зелёный снег, конечно, цена. Ну и, конечно же, летим в Америку. Как же без неё-то. Ну, а здесь точно эти маленькие помощники санцы летают. О-о-о. Хотя, судя по всему, по ушам, судя по всему, по ушам, скажем так, больше на крысных похоже. Наверное. Так, какой это город? Ну, это в целом Америка. А-а. Вот же мечи ихние. Странные, не до мечи. Мечи. Статуя, удивлённая. Статуя, да. Ну, конечно, мы всё намно красивее нарисовали. Степляные здания. Не то, что у нас в России. Избушки какие-то одни, храмы и ничего. Золотые ворота. Типа, как бы, мост. Хаг 9а. Не знаю, надо, не надо пару дней. Я думаю, не надо, там осталось немножечко. Вообще, по-моему, последний уровень осталось собой. Ну да. Звезда. Вот он, кстати, мистер погода. Хе-хе. Не знаю, как мы здесь, почему так назвали. Вот тут делать вообще ничего не надо. Вот так уворачиваться только и струлять. Всё. О-о-о. Хоть попадаешь в него? От него вот этими вот облачками трикошетивают его молнии. Типа. О-о-о. И всё. Босс прям, ну, вообще никакой. Ну да, мне зачем было, даже пароль записываешь. Да уж. И теперь Рождество спасено. Все дети по всему миру получили свои подарочки. И Санта может отдыхать со своими эльфами до следующего Рождества. Он отдыхает со своими эльфами? Да, он отдыхает со своими эльфами. Ужас. Хе-хе-хе. В игре пятки у Камина. После отдыха с эльфами. И олень сверху. Либо башка оленья, либо целый олень. Да, он походу его это... Давай и голову на стену. Хе-хе-хе. Ну что, собственно, в данном моменте всё. О, хотя бы здесь снег бил. Обалдеть. Ага. Санта в той факторы. О, спасибо. Чего там? По боку. Чего? Да, я пытаюсь считать. Да нет, тут уже больше ничего не будет. Так-то. Титры? Титры и, в общем-то, и всё. О, можно хайскор написать. Ну, блин, я из-за того, что умер, у меня очков было побольше. Я так бы набрал хайскор. Ну, ладно. Ну, собственно, всё. Смотри, Джонатон. Как они туда попадают? Таблицы? Ну, это, видимо, разрабы, когда проходили, тестили, может, игру. О. Писали. Обычно так и составляют таблички. Ну-да. Махмутов, всё. Да. Сфильм закончен. Да. На данном, как говорится, моменте мы можем с вами распрощаться. Нет. Что? Не всё. Ты должен народ поздравить. А, да, точно. Точно. От лица всей группы. От всех нас. Поздравляем вас, всех наших зрителей, подписчиков. С Новым годом. Желаем вам всего-всего самого наилучшего. Да. Я думаю, это, наверное, уже последняя наша встреча в этом году. Но в следующем будет больше конкурсов и стримов. И встреч. И Рома появится. Да. И Рома, дай бог, наладится с интернетом всё дело. И всё будет хорошо. Так, всем спасибо. Заходите в группу, смотрите, следите за новостями, подписывайтесь на каналы. И увидимся в новом году. Пока-пока. Пока.